Какие друзья-биологи с сайта Генофонд? Какие друзья-биологи с сайта Генофонд? Какие друзья-биологи с сайта Генофонд? Это менее романтично, чем история написания работ Эверетта, потому что Сомерфельд никогда не ездил в Австралию. Он сидел у себя в Осло, занимался в основном теорией языка. А можно эту штуку убрать? Как его характеризовал Касмельсон, один из наиболее ярких представителей социологического направления в языкознании рассматривает общество не как пассивную среду бытования языковых фактов, а как причину, порождающую и формирующую язык. Пока все очень похоже, правда ли? Вот, ай, вот тут у меня вылезает эта штука. Значит, теперь я рассказываю про описание языка Аранта, как оно предстает в работах Сомерфельда по пунктам. Значит, да, он воспользовался для своей работы, он не ездил в Австралию, я это уже сказала, он воспользовался миссионерскими описаниями Аранта, которых к тому времени было уже довольно много. Тут идет цитата из письма Сомерфельда Трубецкому, в которой он пишет, что, значит, ему очень помогла, значит, фонологическая теория, значит, без развлечения того, что существ семиологически важны, семиологически неважны. В звуках языка Аранта, это характер этого языка было бы невозможно понять. А миссионеры, значит, которые описывали язык этого развлечения не понимали, и поэтому ничего не поняли в структуре этого языка. А, значит, Сомерфельд понял в структуре этого языка, значит, и это письмо 37-го года Руберско. Слушайте, оно не хочет перелистываться. Вот я нажимаю вот эту штуку. Ага, есть. А, значит, так. Значит, рассказ о фонологии языка Аранта, значит, буквы качуют из учебника в учебник по общему языкознанию. Вот цитата последнего времени, значит, из учебника 2011 года, выпущенного в Минске. В большинстве языков мира существует не менее двух различных гласных звуков. Исключение составляет только язык Аранта в Австралии, имеющий один гласный. История об одном гласном в языке Аранта, впрочем, Сомерфельд в ней не очень виноват. Она идет из типологической книжки Бориса Андреевича Успенского, который почему-то решил, что в описании Сомерфельда один гласный в языке Аранта. Но на самом деле направление идей тут довольно понятное. По Сомерфельду там три гласных. Вот система, вокалическая система языка Аранта, тут с развлечением Болгайсы и краткости Гранта, гласных по современному описанию. Вот, значит, ну, в общем, более-менее понятно, как он это делал. Он применил в основном фонологический принцип возможности свободного варьирования. И когда встречался с разнобоем записи слов в миссионерских записях, то применял этот принцип. В результате у него сильно сократилась система гласных, да и согласных тоже. У него, допустим, не различаются согласные полуарингальным признакам, то есть по звонкости и глухости. А миссионеры различали звонкие и глухие. В реальности звонкие – это приноциализованные, как теперь показано. Ну, значит, к вопросу о частях речи. Здесь цитата из рецензии, потому что я в основном говорю о мифологии, которая создалась вокруг этой книги. Вот, значит, рецензия Антуана Григуара 1939 года очень положительная. Значит, факты, которые нас еще более удивляют, для Аранта понятия объекта, так же, как и поднятие качества, не существует. Вот этот язык знает только действия и состояние. Корень «ла» выражает с тем же успехом идею «идти», что и идея «ноги». А также место, куда человек идет. «На» – это быть или стоять, а также подлезть. Вот мастермене. Про мастермене Аранта даже Майтинская сделает раздел у себя в книге про мастермене «Великое миро». Ну, вы сделаете это, видите, что здесь происходит. Значит, на самом деле мы видим здесь просто этимологизацию. И, конечно, народную этимологизацию со стороны Соммерфильда. Вот, значит, «на-на» – это удвоенное «на-сидеть». «Та-там» – это то же самое «та», что взорваться, лопнуть и стать видимым. «Ма» – указательное местоимение – то же самое, что глагол «ма» давать много. «Личное местоимение» – еще того лучше. Значит, да, надо сказать, что про этимологизацию сам Соммерфильд с сожалению пишет, что в сравнительно историческом отношении, значит, австралийское языкознание еще не преуспело, поэтому в некоторых случаях он не все части слов может проэтимологизировать. И вот когда оно разомьется достаточно, то тогда, может быть, удастся и все проэтимологизировать. Ну вот вы видите, что тут совершено. Вот с местоимениями. Грамматические показатели. Анализ грамматических показателей с помощью полнозначных лекций. Значит, вот совершенно понятная ирогативная фраза. Значит, серый кенгуру здесь личность, потому что мифологический герой мужчины, серого кенгуру топчет. «Ла» – показатель ирогатива. А также идти нога. «На» – показатель объектного поддержа класса лиц. А также сидеть, существовать. А также «ла» в глаголе – это показатель активного действия. Надо сказать, что про синтаксис у него, в общем, более-менее ничего нет, потому что и миссионерские описания не страдали, особенно любовью к синтаксису. Но некоторые идеи в этом направлении, в общем, наблюдаются. Вот диффузность ментальных операций, например. Вот. Так. «Числительные». Значит, он считает, что там есть числительные 1, 2, а все остальные слова, значит, там несколько и много. А числительные более высокого порядка делаются при помощи сочетаний. Вот. Цветообозначения. Вот каким образом обозначение выражается понятие красного. «Тутука» включает удвоенный корень «ту», «бить», «стрелять» и «ка», что это «резать». Что выражает идею текущей крови, и вследствие этого идет швед. Вот. Вот. И вот, наконец, большая цитата, значит, про то, что Варанта, значит, вот все эти выражения каких-то понятий с помощью более базовых понятий, приклеивающихся друг к другу, это не есть результат этимологической эволюции, а текущая практика, значит, с помощью сочетания фундаментальных, значит, положений и движений, они выражают достаточно более сложные понятия. Вот. Сигнификативная значимость таких слов обогащается еще благодаря, значит, употреблению почти постоянных жестов, а также благодаря контексту. Вот. А возможно, это все для них, в частности, благодаря простоте их жизни. Продолжение следует...